Суббирает MSL, извините, друзья, так быстро нам слово передают. Да уж, MSL просто принес сейчас бомбу под Drop Room, но, тем не менее, как-то Dignitas в плен так и не дошли. Хотя, вот все прошли с длины, стоит также вспомнить обновленный Cobblestone мы сегодня, по идее... Нет, кстати, старый, старый, нет лестницы, вот возле Reina там. Добавили ступеньки, но сейчас их там нет. Да ладно, старые играют? Вот это да. Ну, видимо, начали уже на старом турнире, решили до конца играть на старом. И дерево, дерево, самое главное изменение, конечно же. И дерево вот такое. Ну что же, посмотрим, как добивает Reina конфиг просто неимоверным хедшотом. Ну и, в принципе, довольно такая сумбурная, хаотичная получилась пистолетка, что, в принципе, на Cobblestone часто бывает, а так и любят здесь безумных раундов, как нужно больше разыгрывать под B-Plant. И пистолеты не исключение, 1-0 за командой Dignitas. Кстати, Кван, не спросил у тебя, вот ты как думаешь, все-таки это 1-1 будет у нас сегодня? Хотелось бы увидеть 1-1. Думаю, ну, минимальный счет будет 16-10, 16-12. Тем более, обе команды на последней квалификации выиграли с латы на мейджор турнир, то есть у них мотивация только прибавилась. Да, обе команды на плюс морали, но, с другой стороны, обе команды играют с самолета, джетлаги, возможно, из Европы в Америку и обратно, и обратно в Америку. И, в общем-то, это все сказывается, я думаю, на игре команд, но мы, в любом случае, вот за счет той плюс морали и опыта, который получили команды, мы увидим сегодня хороший КС. Ну что же, Каюн забирает Фокса, есть хороший, уверенный первый килл, идет дальше МСЛ, ну и, в принципе, пока что на этом антиэко, антифорсе, точнее, все довольно неплохо у команды Dignitas. Отличное, отличное начало, опять-таки, для тех, кто, возможно, не так пристально средит за трансферным рынком, можно напомнить, что Каюн не так уж и давно играет под тегом Dignitas, его поменяли на бывшего игрока этой команды, Кьер Бая, то есть вот опыт Астралис, опыт бывших ТСМ сейчас, я думаю, помогает Dignitas. Вот, хорошее чтение, либо услышали игроков, я вот точно не понял, натопали ли там игроки атаки или нет, но, тем не менее, хорошая ХАЕшка на выход, ситуация уже с 3 в 3, с битым красным игроком МСЛ, ну и можно такое тащить, вот вам и пожалуйста. Да, уже на Форсбай, как мы видим, Фейсклан решили все-таки огрызнуться, при этом не до конца, понятно, задумка Dignitas, Каюн уже упал в дроп-рум, по полной воевал, а вот его тиммейты как-то под Б не торопились заходить. Ну, откровенно говоря, сыграли расхлябанно, и вот не было такого вот ударного выхода от 5 игроков, уже будучи в большинстве 5 в 3, реально вот побаловались где-то, кто-то рискнул, решалось ли, решили сыграть по одному, ну и получили. Ну что же, смотрим, 2 в 15, КП, опасная ситуация, можно тащить раунд защите, и покажите нам дерево. Кио, Кио, тот самый француз делает размен, при этом бомбу удается поставить команде Dignitas, выбивание 2 в 2. Ну вот, очень напряженная ситуация в этот момент, у нас подлагивает стрим, друзья, к сожалению, пока еще вот студия Universal не пускает вот наших супер летунов полетать и показать КС, а у нас очень хорошая команда ребят, которые не упускают ни одного момента, но вот, слава богу, все пролагало. Видимо, удержали плен Dignitas, судя по счету 2-0. И Аркада Б в это время поджим с кишки, в общем-то, 3-0, поздравляем команду Dignitas, смотрим, сколько девайсов смогут выбить, либо вообще смогут ли... Ну, фейс пойдут, пойдут пытаться хоть что-то здесь делать, потому что сейвить Успы смысла особого нет, но, по-моему, тут конфигт останавливает весь врыв, правда, 4 патрона в калаше, и это стоило ему жизни. Ну, знаешь, уже ситуация 2-4, а еще даже бомбу на тот момент не поставили, ну, вот бомба has been planted, прозвучала, ну, и дальше попытаются засейвить калаш, хотя еще парочку вот таких вот забегающих, и можно попытаться и раунд потащить, но это я, конечно, шучу. Рубино, один из бомбардиров команды Dignitas, ну, вот на что рассчитывал Кио, слишком уж простая точка, хотя до конца верил, что его не прочекают. Фейс вообще любопытная команда, опять-таки, кого-то кикнули, такого игрока, как Киошиму, пригласили в фейс, тот же Эйзи, раньше играл и Dignitas, в СК, по-моему, он не успел покатать, но, в общем, соляночка очень плотная. Ну, при этом еще в организации куча баблишка имеется, такая вот плотная, уверенная в себе организация, и, знаете, ну, тоже есть там вот у меня вопросы, знаете, вот там Фокс, вот он то супер играет, то вообще не играет, там, не знаю, пару чемпионатов вообще никак. Ну, и, в принципе, такие же вопросы у меня к Рубино в команде Dignitas, который вот на квалификации показал просто феерическую игру, ну, а до этого месяца три я уже думал, ну, когда же набреют этого парня, потому что, ну, тоже довольно часто мазалый. Но только-только начинает показывать свой максимум, ну, в принципе, у него самое главное впереди, ESL, конечно же, мейджор-турнир, где как раз и нужно будет смотреть за его игрой. Ну, что же, пока что занимают кишку и яму, точнее, уже это сделали ребята из команды Dignitas, фейк небольшой перед дроп-румом в исполнении как раз того же самого Рубина, ну, и вот-вот мы будем, видимо, наблюдать выход на точку А, либо какую-то стяжечку под Б, вот сейчас окончательно убедимся, что же будет делать команда Dignitas. Глубоко, глубоко они уже в рукаве, поэтому, скорее всего, финалка будет под Аплент, а вот того самого Люркера, того самого закрывающего Рубина уже сбрили. Ну, что же, пошла раскидка, вот обратите внимание, куда же идут дымы, надеюсь, там сейчас покажут, неплохая флешка, но опасная ситуация может быть в конюшне, здесь абсолютно не слепой Фокс, но он не убивает MSL. Ну, вот то, о чем мы говорили, банальная ошибка в стрельбе сейчас от Фокса, бомба, правда, упала, ситуация 3 в 3, конфиг делает минус, конфиг, кстати, очень здорово играет. Ну, Эзи ушел в плент, и может здесь неплохо пострелять, да, выбивается бомба, минус от ЖКМ, и остается один конфиг, хотя у него еще 30 секунд, но нет, слишком много соперников, и первый раунд для защиты, первый раунд для команды FACE. Ну, как-то даже до плента не добежали Дигнитас, весь раунд у них пошел наперекосяк, начиная с этого опенфрага и заканчивая тем, что половина вообще слепых там пыталась открыться. Ну, не всегда тебе везет, вот сейчас откровенно, ну, тут жесткая была ошибка, вышел на два ствола, видимо, в принципе, никто бы не мог расшатать, потому что ребята в кишке там, те, которые шли по боковому коридору, они играли очень тихо, не полились до самого конца, и, в общем-то, нарвался сам. Да, бомбы, кстати, не было, из-за этого Дигнитас остаются с двумя тэками, но, тем не менее, раскидка очень хорошая, это быстрый выход, яма, пять яма, вот это да! Вот это пролет, и идея у Дигнитаса, на самом деле, очень хорошая, ЖКМа спалили, но теперь посмотрим, как быстро сработает хилпа, и будут ли флешки в тот же оранжевый, нужно как-то коннектор отрезать и ЖКМа забрать. Ой-ой-ой, нет, по-моему, тут защита должна справиться, хотя Рубино, Энтрихилл! Ой-ой-ой, вроде бы хилпата быстрая пришла, тем не менее, Рубино оформляет уже дабл, под вентиляцией неразбериха, конфиг, еще два фрага, и только Эйзи должен спасти этот раунд. Ну, тут скорее, знаешь, вот, все-таки защита немножечко не разобралась, слишком быстрый, уверенный такой темп игры от Дигнитас, по сути, они все очень быстро успели, могли отфлешиться, остановить этот врыв, и, ну, тут нужно смотреть повтор, как там, Рубино, он минус два сделал, потом Каюн, да, по-моему, двоих, или МСЛ спил, не помню, или конфиг, 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 да, два фрага сделал, но как-то толпой фейс хелповали друг другу, даже, кажется, мешали. Правда, ошибка, да как так-то? Была же инфа, ну, лол! Ну, это просто провал за всю боль, Эйзи на ровном месте, берет раунд, а тут уже все, 4-1, дальше полная эко, там, по идее, может быть, даже нет. Успеет, успеет, раздефьюзит, одна секунда, да. Вот это квадрокилл, он выходит, убивает в яме, и на него не смотрят два игрока из плента, как это вообще возможно? Ну, нафейлили так, нафейлили, вот и начинается жаркий вечерний контур-страйк у нас здесь, ну, можно говорить, в Европе, да, все-таки в Америке, к сожалению, ребятам пока что приходится играть довольно ранние матчи все-таки. Ну да, получается более-менее комфортное время, и в Америке все-таки не супер раннее утро, и у нас как раз-таки вечер. Но в субботу в 5 утра уже вечерний американский прайм-тайм будет финал этой группы. Да, ну, в принципе, хорошо, что лето, и хорошо, что суббота. Ну что же, выход через дроп-румп от флешки, и Рейн уходит в коннектор, но успел отфлешить своих соперников, чтобы они прут, уверенно, ты посмотри на этих Дигнитас. Что-то даже слишком самоуверенно прут, Рейн, Джейкем делают по фрагу, Фокс уже спалил яму, ну, по-моему, эта аркада обречена. Да-да-да, и на самом-то деле, знаете, вот куда-то полетела команда Дигнитас, непонятно, сейчас можно вот в таком темпе всю игру отдать. Если честно, нужно следующую оружейку как-то точить, которую будут играть. Да, очень быстрый темп игры, сейчас избрали датчане, как мы видим, практически никаких холдов нет. Не очень это привычно для карты Коблстоун, обычно как-то где-то после 30-40 секунд атака начинает активные действия. Но сейчас Дигнитас, ну, позапрошлый раунд так обидно слили. Вот этот раунд, он был ключевым, я думаю, и зрители, и наши аналитики, конечно же, о нем поговорят. Зрители сейчас, наверное, уже об этом думают. Да там взорвался просто чат. Еще должен был быть 5-1, однозначно, это полный провал, после которого, ну, мы уже переходим на другую стадию атаки Коблстоуна. Нужно сыграть эко-раунд, ну, а потом-то, я уверен, совсем скоро появится авик в защите, который будет попадать. И, ну, Рубину, я не знаю, кто там возьмет сейчас на себя ответственность, кто будет авиком в атаке, у Дигнитас, ну, скорее всего, именно он. Но это будет очень тяжелая задача. Купить авик нужно еще заплентить, но этого, по-моему, не дадут сделать фейс. Коблс отлично разбирают полностью весь этот выход. Кио сделал дабл, конфид последний, но только на один минус хватило его сил. В итоге 4-3 фейс начинают играть первым номером. Ну, вот сейчас топ-коллектива мы узнаем, как играют Коблстоун. Это очень мощное, сильное давление за атаку, причем с любыми девайсами. Это пусть даже будут диглитым с арморами одной флешкой. Они все равно наделают минусов, и все равно тебе вот поставят этот самый б-плент. Вот давление от Дигнитас мы видели только начало, когда им позволяли играть фейс. Один раунд все это испортил, теперь появилась экономика. Вот он уже появляется авику Фокса, потом появится второй еще, я думаю. Да, пока некем конкурировать с Фоксом. А вот эта аркада была очень кстати. Тенский лишается жизни. Рубину тоже погибает. Это же девайсный раунд. Ну, там на самом-то деле очень много людей, которые могут стрелять в СВП, по сути. Ну, Фокс, видимо, все-таки играет мейн снайпера. Хотя он по респауну бежал, то есть это видно такое ситуативное решение, при этом абсолютно оправданное. Ну, Фокс это 10 лет снайпер, поэтому было бы глупо использовать этого человека в другой роли в своей команде. Ну, а пока что, друзья, после первых разменов перетяжка под б-плент, минута 12 на таймере. В принципе, времени пока что достаточно, ну, а Каюн должен делать либо минусы, либо фейковать. Ну, это вряд ли выбивание плента, хотя оно может получиться, если заберет второго. Ну, это, по-моему, косяк Фокса. Фокс должен был смотреть сюда на самом-то деле. Ну, как-то Каюн незаметно прошел, как мы видим, по деревяшке. При этом бомба на Б, а там в углу прячется Эйзи. Это будет легкий минус. Да, бомбкерри отдается. Какой же Эйзи красавчик. Ну, просто прет его сегодня на Коблустоуне. Все моменты его, все вот фишки по тактике, по хитрым позициям у него проходят. Получаются соперники как-то на него не обращают внимания. Обычная позиция. Обычно ничего нового. Даже на позднем тайминге там сидят частенько пацаны. Да, зачастую туда даже Молотов прилетает от атаки, чтобы наверняка прочекать угол. Но неосторожно. Игра Дигнитас уже в который раз их подводит. Каюн 20 секунд. Ну, тут его уже встречают. Тут я не знаю, что должно произойти. Ну, знаете, видно на самом-то деле, что будет тяжеловато дальше атаковать команде Дигнитас. Надеюсь, что я ошибаюсь и парни что-то придумают. Но я больше верю, что мы увидим два АВП. Очень мощную защиту. Там постоянные какие-то поджимы, интересные решения от команды Фейс. Но пока еще на самом-то деле все это дело можно остановить парочку, тройкой уверенных раундов. Доволен датчанин. Да уж, 14 на 3 с такой-то статистикой действительно можно сидеть довольным. Что мы видим Дигнитас? Очередная попытка минимального закупа до 2000. Скупились теки арморы, 5 смоков. Вот можно провернуть очень красивый раунд, если у вас есть такой запас дымовых гранат. Ну, знаете, все-таки все равно, я скажу одну мысль, любому интернациональному коллективу все равно очень сложно играть. Да, все хорошо говорят на английском, там есть мультиязык, понимание игры. Но порой самый сложный ответственный момент тебе нужно больше сказать. И мне кажется, очень тяжело будет Фейзом выйти на супер топ-левел. Это мое мнение, лично никому не навязываю. И смотрим аркаду на Б. Принимает это все дело Эйзи. Правда, его, как его быстро нашли, лол. Вот они смоки. Великолепный, вот все-таки есть раунд в сундучке у Дигнитас. Интересный, с дымами, с пистолетами, с теками. Вот о чем я говорил. Вот любой девайс, неважно, у вас форс, но вы должны постоянно создавать давление. И вот сейчас это получается уже у команды Дигнитас. Фокс и ДжКМ, наверное, лучше ему идти на сейв. Да, все-таки АВП на дороге не валяется. Будет попытка все-таки у Конфига сдать минус. Как мы видим, он под ямой. Но при этом выход Дигнитас получился очень зрелищный. Фейз, по-моему, вот тут не хватило подсадки на дерево. Эту позицию не дымили. И был бы там игрок, было бы все иначе. Ну, значит, еще подеремся. Да на самом-то деле все-таки не хватило там парочки флешек, чтобы уж слишком легко туда проскочили игроки. И в упор просто разорвали тебя там СЗ-шек. Да, по нотам прошел раунд, все откинули смоки, все они прилетели куда нужно. Зашли, буквально 4 в 2 задавили. Ну и повезло, что соперник в этот момент как раз играл тоже не агрессивно. Ну что же, продолжаем, ребят. Вот сейчас уже становится пожарче, поинтересней. Это и лига, это, конечно же... Да, призовой фонд 1,4 миллиона, ребята. Круповой этап, да, конечно, много-много-много денег. Но, тем не менее, опять же, здесь никто пока что-то не вылетает. Это вот самая, наверное, успокаивающая новость для всех играющих команд. Они пока что больше присматриваются друг к другу. Основные матчи впереди. Да, понятно, важно, с кем ты будешь играть. Об этом говорил аналитика. В этот момент разборка на длине. Вот сейчас играли поагрессивнее. Рейн сразу наказал Каюнба. И спалил там кучу соперников и отфлэшили навесом. Все нормально сейчас получилось. Фокс, вот это Аркада с АВП. Он просто прожал яму, видит МСЛ и убивает Бомбкерри. Нужно перестроиться, но он пушит. А никого нет. Просто Бомбкерри бежал один. Он на самом деле попал в такую неудачную ситуацию. Но повезло тут по таймингу против Тенский. Ну а дальше либо он тут всех замочит, либо все-таки очень быстро заберут. Да, вот Рубина забирает Фокса. И если бы еще одного игрока не потеряли, это была бы нормальная ситуация 3 в 3. Но Фокс, какая индивидуальная игра, не побоялся с АВП прожать настолько далеко. Очень непредсказуемо это было. Кстати, растет парень. Вот тем не менее, виден прогресс за последний год. Вот я его считаю уже вообще-то тоже старичком таким, знаешь, уже заржавевшим. Но попадает все больше таких выстрелов на реакцию. И все сильнее и сильнее играет. Отличный минус от Рубина. Ну и 2 в 2. Вроде бы великолепное начало раунда в исполнении Фейс Клана. Рейн сделал минус и Фокс оформил дабл. Но времени очень много. За счет ранней агрессии по-прежнему Дигнитас могут вообще делать что угодно. Тут вокруг Рубина, наверное, вот вся ситуация будет происходить. Вот если его убьют быстренько, то будет очень интересно. Точнее, наверное, неинтересно. И Фейсы заберут раунд. Ну что, пока неплохо прокидали плент. По факту тут один Киошима, который отлично разманцевал. Вроде бы положили молотов и забыли прощекать позицию. И посмотри, конфликт даже не смог Кио в такой ситуации забрать. Кио еще успел перевестись. Вот сейчас отличная флешка, отличный поджим. Думаю, то, что должно быть в предыдущем раунде. Но там, видимо, и РС по атаке был получше. И атака выходила поагрессивнее тоже. Ну, как-то все-таки справились Фейс Клан. Хотя на секунду показалось, что Дигнитас могут перевернуть. Отличная индивидуальная игра прежде всего от Фейс. Опять-таки на скилле Эйзи. Настреливает много. Фокс соло поджимает. Пока этого хватает. Хотя счет только 6-4. Ну что, развалят Фейс. И окончательная сейчас мораль команды Дигнитас за атаку. Либо все-таки получится наоборот. И Дигнитас снова на форс раунде. Покажет нам что-то интересное. Это просто пока что проход по длине. Хаешка под ноги Рубину. Двое труп-рум. Трое длина. Ну и пошла атака. Ну понесла. Здесь, скорее всего, защита тащит. Отличный перекрестный огонь. Джейкем плюс Рейн обеспечивают. При этом есть подсадка. Именно ее не хватало до этого. Ну и прием, как мы видим, близкий к идеальному. Только одна потеря у Фейс-клан. Ну да. Вот все-таки сейчас выход был уже не такой уверенный. Но и не пролетел. Пишетник какой-то. Ну и вы видели, как там дроп-рум принимали. Там просто не было шансов. Великолепно перекрестный огонь. Тут реализован Фейс. Плюс еще подсадка. По ходу игры модернизируют свою оборону. Фейс, понимая, что на эко Дигнитас могут повторить успешный раунд. Фокс. Вот оно ОВП. А вот Дигнитас, кстати, так и не могут себе позволить. Ну, снайперы. Тут изначально все как-то идет очень... Ну, нет. Изначально все было классно. Но вот с того раунда от Эйзи все посыпалось, пламалось. Он убивает в яме и сплэнта на него не смотрят. Но, да ладно. Аналитика расскажет, что же пошло не так. Почему его оставили без внимания. Но у нас пока выход 2 плюс 2 под базу А. Ну что же, интересная засада. Трое игроков остаются со старту на точке А у Фейза. И очень агрессивно играет. Сейчас под ямой небольшой размен. В принципе, он пока что идет на пользу только атаки. А здесь ошибка от Фокса. Каюн его просто убивает с калашатом. Даже не хедшотом. Да, при этом Фейз укрепляли эту позицию. Втроем ждали. И все-таки датчане оказались попроворнее. В большинстве. Но вот позиция Джейкома. Да и Фоксом знает после ВП. Вот что я хотел сказать. Джейком, Джейком. Как тигр дерется. Очень много дэмэджа наносит. Ну и вроде бы 4 в 2. Но еще далеко до раунда. Ну вот казалось все гениально. В плане там капитана, тактики. Все правильно сделали. Фейз клан. И они просто накосячили по стрельбе сейчас. И опять же мне казалось там Фокс должен был тачить этот раунд. Он должен был и сам не умирать, и раскидать там Фоксома Джоне. Очень хорошая выгодная была позиция. Эйзи, Рейн, Эйзи. Но тут просто развал. Что творят эти скандинавы сегодня? Рука, лицо, Дигнитас. В очередной раз сливают, казалось бы, взятый раунд. Рубина, семью хп. Но тут уже не боец. Времени мало. Бомба лежит. Ну только инфа ему может как-то тут помочь. Но нет. Ох, крики аж сюда залетели. О, хорош, хорош. Да, действительно, очень нужный был раунд. Очень качественный. И, наверное... Ну, чуть ли не один из самых решающих, возможно, будет в этом матче. Вот нам подсказывают режиссеры. Фейз выиграли 8 из 9 последних раундов. Вот как так? 1 в 3 отдаю Дигнитас. 2 в 4 отдаю Дигнитас. Очень как-то финальная стадия раунда у них не получается почему-то. Ой. Ну, ладно. Давайте посмотрим за уже мучением команд Дигнитас в атаке. В принципе, может быть, все получится в защите. Может быть, Фейз также будет ошибаться. Посмотрим, что будет на пистолетах. Ну, Фокс как-то для меня 50 на 50 играет. То убивает. Ну, он 3 раза выходил, 2 раза убил. Даже чуть больше получается у него по статье. Рейн тоже довольно часто аркадит. Но, как мы видим, это по-прежнему работает. Все поджимы заходят как нельзя лучше. Не, ну вот так вот рассазываться по карте, когда у тебя Форс и... Ну, нет таких, знаешь, жестких Диглов там, типа Хэппи, либо Фореста каких-то. Нико тоже отлично с Диглом играет. Ну, ну, да-да-да. Можно перечислять сейчас там десяток, а то и больше игроков, которые могут раздать с Диглов. Но, может быть, и Тенский к ним присоединится сейчас. Да уже поздно. Он, так сказать, на самом деле тоже неплохо сдается этого Дивайса. Но как-то вот в этом матче он постоянно последним оказывается. В ситуации, когда уже, ну, ты просто не веришь то, что этот как-то тащится. И он возьмет сейчас и как-то всех уничтожит. Ну, нет. Нет, и еще раз нет. Дигнетас пока не похожи сами на себя. Вот, знаете, вроде бы как-то играют спокойно. Но, тем не менее, многого нам не показывают. Где-то есть брак, где-то есть ошибки. Ну, совершенно был другой уровень буквально пару дней назад. День назад. Ну, да, там и соперники были все-таки другие. Ренегейт, Стайлу. Это вот не фейс-клан. Кстати, вот оно АВП. Возможно, его не хватало в атаке. Каюм, правда, без армора, но это ничего. Ну, знаешь, все равно там Дигнетас сейчас в поисках по-прежнему себя. Ну, да, недавно присоединился Каюм. Возможно, не до конца сыгрались. Ну, в поисках себя они уже где-то полгода. Конечно, главная задача выбить Астралис с Датского трона. Но пока... Забрали у Дигнетас Тащера к Йоби, к Ербае. Все-таки увели Астралис. Теперь будет тяжело Дигнетас. Да, да, с этого момента, конечно, задача усложнилась. Ну что же, медленный раунд от атаки. В этот раз попытка выхода на Аплент. Пока что проверяют коридоры. Проверили, уже контролируют яму. И, в принципе, вот с этого момента можно начать либо быструю атаку, либо вот попытаться подойти поближе. Вот, по крайней мере, по Дуге. Ну, не знаю. Тут Фокс должен быть ключевым. Он прикрывает Джейком, очекает параллельно Дугу. Нет, там снова вот этот раунд, где Рубина с Друпрума играет. Вот смотри. А, но он тогда вообще не получился. Он там шевелится, шевелится, шевелится. Вот, да-да-да. Сейчас его там... Он на самом деле на себя троих там стягивает, но... Фокс. Вот тот самый промах. При этом два опенфрага обеспечивают датчане. Рубина, правда, умер, но Хилпа не успела прийти у Фейсклана. Да-да-да. Он всех все-таки заставил остаться на точке бетра их игроков. В общем-то, миссия выполнена. Ему там даже не важно. Пока еще не выполнено. Давайте досмотрим. Пока жив Эйзи. Хотя все, обеспечил минус Тенский. И Кио последний. Ну, что же. Французский легионер Фейсклан уходит, судя по всему, на сейф уже Дивайса. Пять раундов в атаке. Вроде бы неплохо, но могли взять намного больше Дигнитус. Да-да. И я вот по их расстроенным лицам это понятно. Это можно прочитать, что ребята недовольны своей атакой. Честно, вот тот раунд с Эйзи, он очень многое изменил. И там и по морали, и по дальнейшим действиям. Да, и 4 в 2 они после этого еще слили. Ну, в общем, непростая половина. Хотя счет очень даже приятный. Если зацепиться из-за последнего раунда, как-то половины. Ну, ладно. Будем смотреть. Бомба взрывается. Кио сейвит калаш. Кстати, аж в башню убежал. Он же очень не хотел расставаться. С АК. Ну и на экранах команда Дигнитус на переднем плане новичок Каюм. Вот такие дела. Ну, в принципе, пока на самом-то деле мы тоже рано хороним команду Дигнитус. Ничего страшного, сверх страшного не произошло. Да, где-то провалили, где-то накосячили, где-то лишних 3-4 раунда, а то и больше отдали. Но и не такое бывало. Я думаю, ребята в любом случае не будут там отдавать этот матч. Попытаются собраться, буквально говоря, с пистолетного раунда. Ну, а пока что это... Неужели это просто аркада? Да, фуллбэ в пятером просто бегут сюда. Датчане обеспечили дым. И что, будут... Да, залетают. Вот это мороз. У них такая куча... А, ну вот, я же испугался, что они их применять не будут, что сейчас полетят все. Ну, Рубина по респалну, наверное. Рубина полетел. Ну, все равно, ну, что это за раунд. Ну, может быть, и получится. Посмотрим. Смотрим, Рейн. Ой-ой-ой, как он грамотно сместился, прячется за смоком. По нему вообще нет инфы. Рассыпается нападение. Просто рассыпалось. Ну, хорошо, что М когда 30 патронов была сейчас у Рейна, а то и второго бы не забрал. 10-5. Двойное преимущество Фейс Клан в первой половине. Ну, и пока еще все-таки непонятно. Давайте оставим интригу в этой первой карте. Ну, Дигмитас, в принципе, к атаке были готовы. Действительно, из-за своих же собственных ошибок отдали слишком много раундов. Ну, а Фейс довольный. У них все хорошо. Повтора. Я думаю, тут много будет хайлайтов от Эйзи. Да, вот он раунд. Не отдается такое. Красавчик, конечно, Фейс. Ну, что мы увидели у Фейса, в свою очередь, очень неплохо принимают Б-плэн. Там действительно команда работает, на самом-то деле, на хорошем уровне. А вот на точке А были проблемы местами. Ну, там Фокс, он нестабильный был у Фейс. Он или убивал, или пропускал. Или поджимал. На самом-то деле он тоже по-разностороннему играл. Но, тем не менее, как-то вот очень много раундов приходилось спасать и выбивать уже на точке А. К тому же Эйзи, вот, когда он спасал раунд. Ну, и видели мы кучу моментов, когда уже Хелпа брала раунд, как раз. Но какая Хелпа? Даже если 2 в 4 Хелпа приходит и берет, то это серьезный звоночек для датской команды. Ну, опять-таки, 10-5. Буквально вопрос одной пистолетки сделать счет 10-8, например. Ну, да. Там еще один оружейный. Тут 2 раунда, и у тебя уже счет 10-10. У тебя может быть хорошая экономика, если ты выйдешь там на 5-0 и не будешь там постоянно терять девайсы и ставить бомбы. И, в принципе, это Коблстоун, на котором за атаку можно вообще разорвать в хлам и в клочья. Поэтому посмотрим. Но, с другой стороны, точно так же можно сыграть за защиту. И вот сейчас возьмет кто-то, начнет попадать с ВП безбожно, тащить там неимоверно и все, и что-то с ними сделать. Да, сложно дать прогноз пока, что слишком многое зависит именно от 2-го пистолетного раунда. Если фейс наберут, ну все, уже 12, там до 16 рукой подать. Но все-таки Дигнитас. У них есть стратегии, думаю, и деф у них неплохой. Главное не совершать ошибок и действительно уделить внимание своей игре. Ну, тут вопрос, могут ли все себя на 100% показать, там, максимум фокуса, концентрации. И самое главное, по-прежнему мотивация, это самая главная боль и проблема у всех игроков. Да, вот они понимают, что вот где-то, возможно, матч там не суперсильно решают. Где-то они в следующий раз с этим же соперником могут отыграться и их переиграть. Все равно там уверенность останется. Ну, и может быть, эта мысль на тебя где-то расслабляет. Ну, не знаю, кто сейчас сможет собрать свою команду, кто-то победит. Да, ну и самое главное, наверное, на этом этапе не попасть в полуфинале на Фнатик. То есть никто не хочет со шведами в полуфинале. Поэтому будут все потеть. Сравнение бомбардиров, тот самый конфиг. Ну, на старт, я помню, он жестко раздавал, а потом, как мы видим, один к одному закончил. Ну, Фнатик жесткий, но тут такая командочка собралась, компания, где, знаете, все очень амбициозные, где все будут бороться за топ. И не важно, там, это Фнатик или не Фнатик, и Дигнитос, и Фейс будут биться, и с этой командой тоже. Поэтому, ну, просто им вот немножечко по календарю не повезло, вот, самолетом, матч, зато в равных условиях, конечно. Да, ну, тут, наверное, только у ТСМ плюс, но они сегодня уже отыграли. Кстати, конфиг увидел по факту двоих, он понял, что это подсадка, и агрессия, ну, на инфу сработала. Ну, и пока что работает агрессивно, понимая, что у него в руках девайс, с которым можно работать с дальней дистанцией. Да, и спишка против голоков тут нарезает. Да, 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 и самое главное, вот не дать этим ребятам чуть-чуть ближе подобраться, хотя, знаете, и уже на такой дистанции голок уже может неплохо дать. Этот парень сейчас очень сильно рискует. Надо уходить на 6, ну, лол, что, он с ножом потом будет стоять? Так, надо попросить кого-то отрелоудить, но для этого нужно поменять позицию, а тебя уже пушат, тут уже ошибка идет, давай, все, скинули пистолет, но хоть отрелоудить успею, это одно хорошее. А Фейс подошли, они будут давать прокид, финалка под Б-плэнд. Там дым и две флешки всего. Ну, хоть что-то, конфиг, кстати, и так никого не убил, весь раунд тут стреляется. Ну да, и на самом-то деле он, походу, сольет сейчас всю ситуацию, Рейн его убирает буквально с первой, дальше и Каюн попадает, Рубина отвечает по одному, но тем не менее атака уже очень неплохо заходит, минус от Кио, 4 в 2, ну, походу, Фейс сейчас похоронят. Ну, Рубина, Рубина, все еще живой. Есть даблкил, бомба устанавливается, где же Тенский, Тенский нахилл пио, оба игрока с арморами Рубина нужен, третий минус сейчас, как воздух. Тут главное лишний раз свой хэдшот не подставлять игрокам атаки, ну, там уже и успи подобранные могут себе позволить как раз вот сунуть, как говорится, жало, извините меня за такое выражение, но и все, Тенский 1 в 3, тут его сейчас просто запикают со всех сторон. Да, Рейн сделал три фрага, великолепный пистолетный раунд, но тут, наверное, конфига не хватило, ну, столько возможностей дать хэдшот было. Он, ну, минуту, наверное, там, манцевался, никого не убил. Ну, на самом-то деле, вот редко так бывает, да, игрок, я уверен, он там, у него отработанная позиция, он там даже какие-то тренировки проводил, я уверен, там, как-то как держать, там, опыт большой, сколько турниров отыграно, и тупо не залетело. Четыре обойма, он выстрелил и не убил никого. Ну, такое редко на самом-то деле бывает, вот, жесть, как проклятие. 5.11, и пока что нам всем кажется, что вот-вот первая карта в этом противостоянии закончится, фейс выглядит пока что посильнее, дигни-то сошибаются. Пистолетка, ну, на самом-то деле, тут один герой, вы видели, вот, человек с USP, которого продавили, ну, а дальше, когда у тебя вся команда атаки на точке B с бомбой, то уже тяжело что-то сделать. Ну, посмотрим. Конфиг, ему, кстати, дали дроп, он и с тяжелым армором, и со скаутом. Ну, мы это видели все, да, уже увидели, как получил конфиг, ну, и вот теперь посмотрим, может, MSL там с диглом кого-то примет, но пока что очень аккуратно действует атака, причем трое смотрит поджим с Аплэнта, бомба спокойно находится там на лесенке, на такой нейтральной территории, она очень может быстро сместиться, как на А, так и на Б, но, если честно, вот за счет этой паузы ребята немножечко потеряли позиции игроков защиты. Да, немного в инициативе просели, но MSL тут сам просто пришел, отдался, если даже умудрился забрать его дигл. Есть инфа по второму, кстати, Тенске с Солома, но деф успел уже везде, по-моему. Тут и защите не повезло, но и атака, конечно, грамотно до конца держала позиции, там вот выходи, держи прицел снизу, ставишь крючок, подбираешь калаш, возможно, совершенно другая игра, но, увы, это уже будет в другом матче, возможно, с другими командами и другими комментаторами, но пока что 12-5 фейс разрывают команду Дигнитас. Да, без шансов на форс закупки Дигнитас убили только одного соперника, результат очень плохой, нужно было хотя бы три фрага тут делать, но при потере одного фейс укрепились в экономике, сейчас еще есть возможность нафармить, потому что у Дигнитас фулл эко, я думаю, Рейн плюс Эйзи как раз этим и будут заниматься. Ну, а если честно говорить, то счет немножечко не по игре и на самом деле очень боевой бы матч бы получился, если бы, вот опять же, не грубейшие ошибки датского коллектива. Будет у них еще, по крайней мере, один, а то и даже два девайсных раунда, есть шанс отыграться, главное не опускать руки сейчас Дигнитас и все-таки почувствовать свою игру. Ну, посмотрим, может быть, ребята нацелятся уже на 1-1, может быть, там и план был такой, главное там 2-0 не проиграть и, в принципе, это очень неплохо выступили, можно так посчитать. Ну, ладно, посмотрим, что получится, пока что спокойно стоят фейс, ожидают снова агрессии, смотрят контр-подсадку, уже не смотрят, кстати, смотрят бэдлину, яму, кишку, все смотрится. Да, обратите внимание, как по-разному атакуют Дигнитас, четверть матча, просто бегали Аркадий или первый раундов 6, наверное. А вот фейс, почувствовав преимущество, работают на результат, то есть спокойные, надежные раунды. Ну, на самом-то деле фейсом тоже не просто так они оправданно бегали, причем эти моменты они даже выигрывали, помню, что это проход по яме, по спуску, этому как пролетели, казалось бы, сумасшедший раунд, там 5 в спуск, но он сработал, получился, защита потерялась, но, конечно, вот на антифорс совершенно разные стили. Мы видим пока что посильнее фейсклан на всех этих антифорсах и раундах с эко соперником. Ну, знаешь, вот все-таки против топа коллектива, я считаю, наверное, более правильная логика команды Дигнитас, это играть агрессивно, с фармганами, вылетая на соперников, потому что, ну вот, постойте там с теми же, да, с кем угодно, бразильцами, нави, вот так вот в этих же позициях второй раунд подряд, вот, попринимать. Да вылетит Дигл, надает по башке одному второму, вылетит кишка под флешку, что-то по-любому придумывать. Ну да, палка о двух концах, то есть пока ты халдишь, это развязывает руки соперникам, они могут действительно удивить и не дать вот этому халду осуществиться. Ну, и в этом, наверное, и вот... Прелесть. Прелесть, понимается, скилл, да, вот понимают фейзы, что им сейчас так можно, что у соперника вот просто не летит, ничего не получается, они вообще спокойно играют в свой дефолтик, ну и вообще должны радоваться тому, что происходит 13-5. Ой-ой-ой, этот дефолтик может поломать Каюмп, это фаст-выход под Б планировался, конфиг в упоре АВП тут же в дистанции, хороший шанс для Дигнитас, хотели делать подсадку, передумали. Успеет, да, успеет занять позицию. Нет-нет, здесь очень спокойно сыграли, здесь, кстати, защита должна поагрессивнее действовать, но за счет того, что у них авик там, ой, дал конфиг на самом-то деле, очень ужасно сыграл. Ну да, тут что-то просто АВП слепое, конфиг не смог убить Каюмба. Ну и дали пространство. Точнее, Рейна. Пятеро игроков пробегают подлиннее, кидают под себя дым, стоят там, защита им ни флешки не дала, ни флешки. Они просто вышли и убили. Ужасный, ужасный раунд в обороне, при этом абсолютно полный был закуп у Дигнитас. Никого не убили, вот Рейн только погиб, и это ни на что не влияет. Изи какой-то кобл. Ну да, ребят, ну, знаете, вот, конечно, здесь играют профессионалы, и там любой комментатор, он дикий рак по сравнению с любым там игроком, там, не знаю, двухсотки, трехсотки мирового топа игроков, но тем не менее, ну, мы понимаем, где ошибки есть, где их нет, и тут откровенно жаль просто команду Дигнитас, жаль их видеть в такой форме, и... Да, я уверен, они сами сейчас там поговорят и как-то попытаются реабилитироваться, извиняюсь, друзья, на другой карте. Это будет Мираж. Мираж. А моя, это так, ну, для галочки. По сути, ты всегда можешь выиграть карту соперников, сколько там их, семь играют, как-то... Да, карт очень много, тем более сейчас Нюк абсолютно не успели еще команды стандарт какой-то выработать, поэтому редко мы его видим. Знаешь, Кванчик, на самом деле, карт, на самом деле, очень мало, турниров много, вот. Из этих турниров банально команды по три, по недели, там, по четыре играют одними и теми же наработками, не меняя вообще ничего. Так и есть, так и есть. Просто нет банального времени, самолет, самолет, турнир, турнир, игра, игра, там, фотосъемка, прилетели, там, оп-оп-оп, отдохнули, опять турнир, турнир, игра, игра, прак, 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 прак. Ну, конечно, нужно делать паузы, смотреть кучу своих матчей, а это просто по времени очень много затрат, и никто это делать не любит вообще, даже про игроки. Так и есть. Вот, например, Na'Vi просто взяли на три недели отпуск и могли потренироваться спокойно. Возможно, такой опыт тоже будет у нас активно. Да, мне кажется, там более такой психологический отпуск, больше команде нужно было. В общем-то, за год утомились, нужно было немножечко сбить ритм, как говорится. Ну что же, 15-5, спокойно играют фейс в атаке, дожимая на первой карте своих соперников из Dignitas. Мы ожидали более какого-то жесткого противостояния, да и вы видели начало, 4-1, Dignitas впереди, вот уже остались трое против одного, берут раунд, дальше Эко. Ну, короче, все было очень круто, и с точностью наоборот, вот я должен был комментировать концовку этого матча, как там Dignitas уничтожают фейс, но, увы. Да, к сожалению, датчане слабенькие, слабенькие пока что, кстати, ни одного раунда в дефе они так и не включили, не втащили. Ну, просто забыли про последний раунд, молясь, но мы его посмотрим. Ну, я так понимаю, фейс должен его выигрывать. Ну, уже был entry kill, MSL отправляется к праотцам, видимо, аркада какая-то была. Да, в яме вон трупик валяется, фейс уже на уверенность, а вот Dignitas что-то спустя рукава. И на самом-то деле даже в такой ситуации еще у вас ничего не потеряно, даже там 4-5 последний раунд. Нужно просто протащить 10 подряд, уже не думая про экономику, но не каждая команда может за такую зацепиться. Вот отдельная, конечно, респекта уважуха бразильской команде Luminosity. Да, там железные нервы с любого счета камбэк из Дриэл, как говорится. Кстати, я вот как-то не вдавался в эти подробности этого скандала ССК Гейминг. СССК, ой, там что-то подписали, переподписали контракты. Нельзя вот так просто галочки и контракты подписывать, поэтому, не знаю, я еще там поразбираюсь. В общем, мутки... Поспрашиваю мнение, да, все-таки кто же там прав, кто виноват в этой ситуации. Ну, что же. Тенский пытался 1 в 5 вытащить, делает 3 кила, это в принципе неплохо, но раунд был последний 16-5, дорогие друзья. Ужасный результат для Дигнитас. Главное сейчас не упасть морально. Ну, тут, опять же, вопрос. Команда Дигнитас, у них вообще ничего не получилось. Фейс, в свою очередь. Но они даже не начали напрягаться. Ну, вот тот самый начальный момент. Они вытащили два клатч-раунда и после этого как по маслу у них пошло. Да, 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 там чуть-чуть поднапрягся Эйзи немножечко, там тиммейт поддержали. Ну и далее абсолютно все спокойно. Фейс, команда с очень большой зарплатой. Но, опять же, мы знаем только их зарплату. По крайней мере, только они писали и говорили о ней. Ну да, это, наверное, даже самый интернациональный состав на данный момент. То есть, в принципе, уникальная пятерка игроков. Ну и именно они, наверное, будут с ФНАТИ конкурировать за топ-1. Там два норвежца, подожди, да? Ну, два норвежца, француз. Надо, чтобы один швед был, один норвежец, ну, неважно. Да, дачанин опять-таки. И португалец. Да. В общем, какая соляночка взрывоопасная. Вот я и говорил, что могут быть проблемы на супер-топ уровне играх, когда вот, ну, я до конца не знаю вот внутреннюю кухню команды, вот насколько им удобно и свободно они могут общаться. Вот именно вот свободно-свободно. Да, ну могут вот такие затупы, как с ямой, получились у Дигнитас быть, когда вы тупо не поняли, там, полсекунды надо дать инфу, а вы эй, да эй, там, и все. Да, ну, опять же, весь Counter-Strike отличается. У нас свой СНГшный КС, можно тоже там одно слово рявкнул, все, все собрались там, все понимают, что капитан недоволен. Иностранцы могут не понять. Вот я, опять же, наверное, о башерах все думаю, да? Эх, о мейджерах. Ну, в общем, ребят, небольшая пауза, скоро вернемся. Надеюсь, Дигнитас соберутся, напрягутся и ответят фейзом на следующей карте, ну, потому что 2-0 проигрывать, наверное, им, ну, не хотелось бы. Да, ну, а пока аналитика расскажет о том, как проходил Cobblestone. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок E-GamingBets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реперальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун, Контерстрайк и Старкрафт, World of Tanks и Лига Легенд. ЕГБ.